А необычность образа заключается в том, что я выполнила прическу в стиле 18 века, то есть историческое, высокое, красивое, с декором и макияж. Но макияж я сделала именно с акцентом на глаза, то есть кукольные, огромные, увеличенные глаза. И как раз в этом видео уроке я вам подробно расскажу, как же сделать такой макияж глаз, то есть как же их увеличить, каким способом. Модель у нас прекрасная Алина и ее шикарные густые длинные волосы, на основе которых я полностью сделала прическу, собрала. То есть я сперва выполняю прическу обязательно, а потом только перехожу к макияжу. А видео урок по прическе вы можете смотреть в следующем ролике. Начинаю я свое волшебство макияжа именно с линз. То есть линзы делают просто сказочный, нереальный взгляд. Вы это можете сейчас фантастически наблюдать. Смотрите сразу, просто кукольные уже глаза. И это только начало. Подробно о линзах я расскажу вам чуть позже. А начинаю макияж обязательно с того, что протерла лицо от лака, от спреев различных. И нанесла базу. Базу, во-первых, на полностью лицо. И обязательно базу под макияж. Базу под макияж в данном случае использую это для глиттеров. Да, не удивляйтесь, она очень липкая для глиттеров именно NYX. Уж очень хорошо все на нее липнет, поэтому я ее так люблю. На самом деле, даже когда делаю самый обычный дневной макияж. После того, как я нанесла базу под макияж глаз, я прохожусь под линией брови тенями, именно бежевыми, матовыми. И данная задача это выровнять цвет. То есть, если тени, если есть какие-то веки, покрасения, то в этом случае как раз вы все перекрываете бежевыми плотными тенями, матовыми именно. Затем на центр глаза, то есть самую выпуклую его часть, глазное яблоко, я ношу рассыпчатый пигмент. Рассыпчатый пигмент на самом деле у меня различные марки есть. В данном случае я использую Танука и его оттенок Дух Солнечного Цветка. То есть, белый, розовый и переходящий в золотистый оттенок. Необыкновенный, просто сияющий, красивый пигмент. После того, как я нанесла пигмент, я прорисовываю складку. Складку, естественно, это натуральный оттенок, коричневый. И от внешнего уголка прорисовку выполняю вплоть до переносицы. Самая главная задача, когда вы делаете все-таки округлый глаз, то не заводите именно прорисовку складки далеко за внешний угол. Когда вы начинаете сильно заводить именно за внешний угол, получается, глаз наоборот вытягивается. А если у вас задача сделать удивленный, открытый, круглый глаз, в таком случае, конечно же, прорисовку делайте буквально пару миллиметров, только отступив от внешнего уголка. После того, как я прорисовала складку, растушевала ее и начинаю с линии подводки. Подводку я делаю очень тонко и также ее не завожу за внешний уголок глаза. Обратили внимание, я не прорисовала нижнюю линию глаза, а уже перешла к работе с консилером. Это очень удобно, когда вы делаете в макияже именно свежесть, если вам нужны свежие глазки или округлые глазки. В таком случае сперва проработайте именно пространство под глазом, то есть высветлите его. В любом случае у меня тон полностью будет светлый. Не забывайте, у меня все-таки образ 18 века, а тогда были бледнолицые. Да, то есть благородная бледнота, я бы сказала. Поэтому Алинин красивый загар я высветляю тоном. Тон у меня плотный. Косметика Севентин. И обратили внимание, я вам абсолютно все бюджетные варианты косметики говорю. То есть проверенный. Если вы хотите плотный тон, который прекрасно ляжет на любую фотосъемку, то даже если у невесты проблемная кожа, то вот как раз тональник Севентин прекрасно вас спасет. То есть, но он плотный. Еще раз повторюсь, это не тот прозрачный тон. Нет, он ложится достаточно плотно, но перекрывает фантастически все огрехи вашей кожи. Конечно, тон обязательно нужно зафиксировать пудрой плотненько все прям фиксирую. И когда я пудрой фиксирую, в первую очередь я фиксирую под глазками. Следующий этап. Обязательно добавляю накладные ресницы. Да, ресницы я люблю, тем более накладные обязательно использую именно в театральных образах, когда вам нужна фантастическая яркая фотосессия. И без ресниц тут никак. Клею я по-разному. Иногда просто пальцами, иногда использую пинцет. В любом случае, прям старайтесь очень плотно приклеить к росту своих ресниц. Это вот основная ваша задача, чтобы не было зазора. И старайтесь, чтобы девушка посидела несколько минут все-таки закрытыми глазами и клей успел подсохнуть. В этот момент как раз я доделаю бровки и нарумяню. И вот у нас красивые распахнутые огромные ресницы, которые я еще раз продублирую под водочкой. А для того, чтобы взгляд имел более именно округлый и увеличенный вид, я прорисовываю нижнюю линию роста ресниц на 2 мм ниже, чем они на самом деле растут. Прорисовала я тонкой линии, а затем мягким коричневым цветом растушевала, чтобы линия имела именно мягкую низ растушевку. И получился прям кругленький глазик. По этой линии добавляю ресницы, то есть нижнюю линию ресниц я также добавляю накладным способом сплошной линии. Единственное, у меня до внутреннего уголка чуть-чуть не хватило ресницы, я добавила пучками. Затем соединила все тушью, чтобы была монолитная единая линия. Обратили внимание, я не делала прорисовку скул. Да, все-таки образ у меня приближен к историческому, и тогда не было в моде именно в палой скулы. А все-таки бледнота, легкий-легкий румянец на щечках, и обязательно алые губки, которые я сделала именно под образ клубники. То есть у нас девушка летняя с клубникой, поэтому такие вот розовые губы. В данном случае я выбрала. Прорисовываю еще раз внутреннюю линию белым цветом, каял, для того, чтобы глаза смотрелось еще больше округлой формы. Добавляю обязательно мушку. Как же без мушки, если это стилизованный исторический образ 18 века. Супер удобные, комфортные линзы, в которых не режут, а прекрасно смотрят глазки. Ссылочку я вам кидаю. Линзы, конечно, добавили яркость в глазах. Прорисовка добавила именно округлость формы. И огромные распахнутые ресницы еще больше округлили взгляд. 18 век славился своей яркостью именно в прическах. То есть в прическу добавлялись различные украшения, вплоть до кораблей, корзины, фруктов и всевозможных аксессуаров из перьев. Как же создать такой вариант прически? На самом деле это легко и просто. Поэтому обязательно посмотрите мой следующий видео урок, который посвящен именно данной прическе. Линзы в данном случае я использовала неодноразовые. Алина их будет носить в течение всего года. Потому что это супер глазки. И вы их можете заказать по ссылке пройдя в течение 10 дней со скидкой, указав слово лето. Как вам идея такая для летней фотосъемки? Нравится, не нравится? Пожалуйста, пишите свое мнение в комментарии. Если у вас остаются вопросы, вы также их можете написать в комментарии. На мой взгляд, замечательное лето, когда цветут цветы, созревают ягоды. И мы наслаждаемся теплом и солнцем. У меня на канале вы можете найти различные видео уроки. Поэтому, дорогие мои, подписываемся, следим за новыми видео уроками. А короткие версии вы всегда можете посмотреть у меня в инстаграм. Поэтому в инстаграм подписываемся. И, конечно же, я всегда отвечаю на ваши вопросы ВКонтакте, в личку, если вы мне пишете. Для этого просто нужно добавиться предварительно в друзья. С вами была художник-гример Динякина Светлана, прекрасная модель Алина. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok